Швейцария семимильными шагами наверстывает упущенное. Из-за низкой статистики зараженных власти решили ослабить карантин. Выход из режима изоляции пройдет в несколько этапов. С пятницы жителям государства разрешили собираться компаниями до 30 человек. Можно поиграть в футбол или выехать на пикник. Начиная с субботы 6 июня разрешены все общественные и частные мероприятия с числом участников не превышающих 300 человек. Это и политические слеты, и семейные праздники, возможно, концерты, вечеринки, летние лагеря для детей, а также кинотеатры, театры и спортивные клубы. Англичане со следующей недели могут вновь ходить в гости. Правда, за одним столом должно быть не больше шести человек. Еще одно условие – встреча с друзьями только на свежем воздухе. Никаких закрытых помещений. Пока было разрешено встречаться в парках, а теперь мы полагаем, что люди могут встречаться и в собственных садах и дворах. Большой разницы в эпидемиологических рисках тут нет. Бельгия тоже сделала шаг вперед. Национальная фирма, которая занимается книжными переплетами, запустила производство антивирусных масок для глухих и слабослышащих. Прозрачная ткань защищает от вирусов и позволяет читать по губам. За два дня мы приобрели швейные машины, закупили ткань и наладили рабочий цикл. Мы составили описание каждого этапа производства, обучили сотрудников контролирующих качества. А к концу недели мы пригласили 15 волонтеров, которых научили шить. Мэрия Москвы нонсирует новый этап смягчения карантина середины июня. Введенные ограничения будут снимать постепенно и осторожно, резюмируют в правительстве. В Москве как ни считать. Можешь сюда складывать, можешь всю добавленную вот эту смертность сложить, но она все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию. Тем временем в Беларусь продолжаются поставки средств защиты. Крупная компания передала столичным врачам очки и маски, 100 инфракрасных термометров. Товар заказали в Китае. С иностранными производителями удалось договориться напрямую. Какое-то время назад мы позвонили вот к медикам и сказали, что мы бы хотели помочь. Ну если хотите, ну вот может быть. Но они настолько скромные люди, что мы, по-моему, там увеличили на 10 то, что они просили. Мы рады любой помощи, безусловно. К нам обращаются люди и компании самостоятельно, и физические лица. За последнее время наша больница получила финансовых средств в объеме порядка 65,5 тысяч рублей от 10 различных организаций. Некоторые больницы, которые были задействованы для лечения пациентов с пневмониями и коронавирусом, постепенно возвращаются к обычному режиму. Красная зона дезинфицирует палат и готовит к плановым госпитализациям. Со вторника этой недели началась работа нашего Минского городского онкологического диспансера в режиме оказания хирургической помощи. Следующий вторник он начнет оказывать помощь по всем профилям запланированным. Со следующей недели начнут принимать по своему профилю городская гинекологическая больница. Она у нас была предназначена для долечения целого ряда пациентов. И мы планируем, что следующим это будет больница скорой медицинской помощи, куда уже сегодня при остановленной госпитализации мы будем планово, посмотрим еще несколько дней, потом планово вводить этот крупнейший центр для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи по различным профилям. Тоже в его режим работы, который полностью соответствует его работе в обычный период. В Молодычнинском и Борисовском районах перепрофилировали санатории. Все отдыхающие здравницы вежути перенесли ковид-19. В номерах 35 человек, пожилые мужчины и женщины помогают восстановиться эмоционально и физически. Здесь выстроена вся безбарьерная среда. Но для любого пожилого человека главное это доступность. В комнатах доступность в столовой, доступность в процедурных кабинетах. Это сегодня в полном объеме есть. Сегодня, общаясь с проживающими, мы услышали слова благодарности. А это самая главная высокая оценка, когда люди тебе говорят спасибо. Совмин принял дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В бракосочетании внесены корректировки. На роспись теперь можно приглашать максимум 10 человек. Меньше можно, больше нельзя. Большинство молодоженов сами благоразумные. Действительно говорят, мы уменьшили количество гостей даже до выхода этого постановления. Заявления активно подаются на все лето. Традиционно это жаркая пора. Июнь, июль, август. Заявления идут. Май пока сейчас судить очень сложно, потому что май традиционно мало свадебный месяц. Количество гостей на церемонии в каждом конкретном случае имеет право устанавливать руководство ЗАГСа. В Бобруйске, если свадьба проходит в малом зале, рекомендуют звать только родителей. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели.